приветствую вас господа решил поделиться с вами впечатлениями о необычайном чердаке необычайного человека маленькое видео шорт я уже выкладывал про этот чердак сейчас поговорим подробнее как попал на этот чердак у человека оказалось нужное мне автомагнитола тонар 301 приехал к нему ему покупать а он мне показал свой чердак давайте начнем обзор с этого стереосистемы стереосистемы ода которая включала себя магнитофон усилитель предварительные усилитель мощности и тюнер здесь явно даже много всего этого то есть что-то и есть и лишнее тюнеров видим даже 3 советские времена это наверное была самая оптимальная стереосистема для небольшой квартиры магнитоэлектрофон стерефонические романтика кассетный магнитофон нота там какой-то усилитель есть а вот тюнера которые позволяли себе уже так скажем элитарные радиолюбители это различные тюнера радиотехника ну как всегда много радиоприемников переносные телевизоры на чердак 37 килограммовый или 50 килограммовый телевизор не затащишь поэтому здесь что-то небольшое радиоприемник вот верос вот видим где-то океан радиоприемник автомобильный радиоприемник перейдем здесь здесь какие-то катушечники стоят но вот это видим надпись маяк это магнитофонный карат белорусского производства вот этот эквалайзер прибой но вот это маяк 233 который делался еще советском союзе электроника mp204 надпись сделано на украине но а здесь вообще интересное здесь у нас в упаковках новые стоят капсулы времени это магнитола город до 302 это радиоприемник тонар там еще какой-то тонар ну а приехали мы сюда второй раз ради вот этой автомагнитолы гродно чем же на нам интересно если она мы такой обзор на канале проводили да потому что она не скрывалась нашему каналу прошел уже больше года по поэтому пора разыграть сделать подарок новому году может быть потому что сейчас мы как-то прогуляли праздник поэтому купим вот эту автомагнитолу скрывать ни в коем случае не будем потому что она ну вы знаете эта капсула капсульное времени она не вскрывалась ну и конечно же здесь есть цвета музыки вы знаете кто-то скажет что японская аудиотехника была лучше да я спорить не буду я согласен но вот цвета музык в японии выпускались только несколько видов про профессиональных в германии не выпускали но а советском союзе цвета музык выпускалась вообще очень много только в беларуси вот это завод калибр выпускал спектр после спектра шла вторая цвета музыка называлась гамма так что спектр у меня тоже есть мы его посмотрим еще здесь гамма я не нахожу а в гомеле беларуси выпускалась эта музыка радуга в витебске выпускалась то есть только в одной маленькой небольшой республике выпускалась очень много цвета музык и это действительно было востребованное мы любим не только слушать музыку а ее смотреть ну а здесь даст советские телефоны не только советские видим и немецкий польский болгарский абонентские громкоговорители сейчас молодежь даже наверное и не знает что это такое и для чего это применяется ну а здесь да это любимые магнитофоны советских граждан по соотношению цена-качество это конечно катушечники астро как видим гараж действительно невероятный что там во втором ряду даже уже не буду открывать все это было накрыто вот этими простыми днями которые я снял сейчас я все восстановлю как было ну и как только меня будут заканчиваться материал для канала буду приезжать сюда и покупать когда спросил у человека почему он не дает объявлений и не продает он мне ответил что купил это все гораздо дороже чем сейчас может продать